Альфа и кто-то из SEA региона все-таки берут и даже выигрывают. Это здорово. Значит, ожидаем Лешака и его появления чаще. Так, ну что ж, вот тот самый Visage как раз-таки отправился в бан. Не дают Минеске добрать ту самую знаменитую, самую олдскульную стратегию, наверное, года 2013-2014, когда брали Draw Ranger, Vengeful Spirit и Visage. Это была суперкрутая трипла, которая очень-очень-очень сильно раздавала, очень сильно могла пушить, носить физический урон и так далее, так далее. Фамилиары были какие-то бешеные. Вот, сейчас это несколько, конечно, уже потеряло свою актуальность, но, тем не менее, MVP Phoenix могли действительно взять. Ну, в отсутствие Visage добирают пока Тарксира. Ну, на самом деле, мне этот герой очень нравится. Вообще, в принципе, он очень полезен. И как в тимфайте, так он достаточно хорошо всегда стоит в лайн. Блин, и если что, он спокойно может пойти фармить леса. Ну, короче, вообще, герой, на самом деле, очень хороший. Ну, и Рубика добирают себе Минески. Достаточно универсальный саппорт. В принципе, не такой популярный, как там какой-нибудь Огар, Мак, Оракула, либо Шадоу Демон. Однако, именно этих трех саппортов MVP Phoenix у нас забанили. Поэтому, скажем так, за неимением лучшего взяли Рубика. Ну, в принципе, он мне тоже достаточно нравится. И это Баратрум. Как же давно я не видела его в соревновательной доте, на самом деле. И достаточно необычный пик. Что в Азии, что в Китае. Ну, вообще, в Азии Баратрума пиквали очень редко. Вот как раз до Интернешнала я комментировала очень много именно Азию. И Баратрум там встречался просто... По-моему, вообще не помню таких игр. Ну, а вот как раз любили всяких Баунти Хантеров, Рикки Мару. Баунти Хантеры до сих пор любят. А Рикки как-то пропал в последнее время. Спирит Брекеры любят все-таки VP Феникс. Думаю, на нем очень хорошо раскатывает. Тем более, здесь этот пик явно читался. Все-таки, имея Dark City, имея вот этот вот щит, который можно повесить на Спирит Брекера. Довольно сильная комбинация. Они могут, во-первых, развелить Триплу вдвоем. Запросто два сильных героя с огромным количеством брони. Там делов могут наделать. Особенно, да, против токи героев типа Рубика. Ну, и сам по себе, Спирит Брекер просто герой, который особо сильно в фарме не нуждается. Независим. Может, с первых минут перемещаться по карте и вот нагнетать обстановку. Того же самого Алхимика, например, очень неплохо можно даже и убивать. Да, Алхимика-то интересна. Мне тоже очень нравится, что есть Баратрум, получается, против Алхимика. На мой взгляд, это прям идеальный герой. Он постоянно должен прибегать в мид. Не дать, по крайней мере, хотя бы начальные арты какие-то нафармить Алхимику. Потому что, если его не гнобить вначале, то он потом расфармится. И вы сами прекрасно знаете, что с Алхимиками, которыми вообще никак не мешают фармить, бывает. Потом пойдут еще и Аганимы. Короче, герой на самом деле крутой. Но и контрить его вот как раз с Баратрумом, я думаю, что будет можно. Вначале помешать, а потом, в принципе, у МВП Феникс такой пик, что они пойдут вместе и начнут сносить товара. И вот к этому моменту очень интересно, сможет ли Алхимик уже драться и что-то им противопоставить. Либо, либо они просто проиграют. Ну, по крайней мере, так смотрится. Ну да, то есть от геймплея Алхимик очень многое будет зависеть. То есть тут важно, чтобы и Вижн хороший, и МВП Феникс поставили в чужих лесах, не дали делать стаки, не дали этих стаки фармить Алхимику. Ну, естественно, чтобы Спиритбрекер тоже побегал, поромил, и тогда все, МВП Феникс должно получиться. В последней стадии убрали Мартретку. Ну, в общем-то, я не думаю, что Минески хотели бы ее взять, скорее сами ВВП-любители Мартреток попикать. Ну, тем не менее, минус Тимберсоу. Ну, и ластпик остался у Минески. Меня вот такой вопрос тоже интересует. То есть, понятное дело, что составу ушел Бенхюр, который как раз-таки у них на центральном коридоре играл на Алхимике. Вот заменит ли его Миракл на Алхимике, или все-таки Рейджинг по Тейто себе его возьмет, вот этого героя. Просто вот я сейчас не знаю, у Минески, кто вот на каких героях будет исполнять. Потому что состав довольно серьезно изменился. Вот Мирану себя добирают еще ластпиком. Ну, вообще, это неудивительно, что берут Мирану. Она до сих пор очень популярна. Как раз вот тот тоже был один из фиксов. За Ганиму убрали вторую звезду. Но тем не менее, она до сих пор очень-очень сильна. И вносит очень много дэмэджа за Teamfight. Ну, и я даже немножко удивилась, что ей взяли, вот знаешь, на ластпик. Обычно ее пикают где-то в начале, ну, или в середине. Здесь прямо на ластпик забрали, и она не в бане даже. Что очень-очень удивительно. Да и Ultimate, на самом деле, у нее достаточно приятно. Постоянно приходится тратить кучу денег на Sentry, Dusty, гемы и так далее. Ну, и помните об этом моменте постоянно. Ну, и последним героем MVP Phoenix добирают себе Тинкера. На самом деле, я очень довольна. Тинкер сейчас, в принципе, достаточно популярен. И мне лично Дота с Тинкером очень нравится. Несмотря на то, что многие могут сказать, вот это там какая-то долгая Дота. На мой взгляд, она достаточно красочная и добавляет там какой-то, ну, что-то, знаешь, такие интересные моменты. Ну, мы надеемся. Словить этого Тинкера, надо постараться что-то придумать. То есть, надо что-то против него делать. Надеемся, надеемся, что там Коа подарит действительно красочную игру, будет залетать во всех сражениях, принимать непосредственно участие и выдавать массу своего урона магического и чистого. Поглядим, как у него это получится. Ну, ребята забрали своих героев. Очень интересная, конечно, стратегия. Я не совсем понимаю, что будут делать Минески, например, в хроносферу Фесслос Фойта, да? То есть, что они там будут закидывать корабль, разве что это от Бригера бить. Ну, такое, ладно. Поглядим, как у них в итоге получится. То есть, здесь очень качественно нужно будет исполнять драки 5 на 5. Потому что так поставить хроносферу, чтобы мог быть, например, Алхимик условно, мог быть еще и Кунг. При этом Миран что-то будет заливать, я надеюсь. Поглядим. В любом случае, игра нам все поставит на свои места. Пика, откровенно говоря, МП Феникс мне нравится больше. Набрали они своих героев. Набирают они то, чем они играют практически постоянно. Есть исполнители жесткие, есть какая-то общая задумка. Я думаю, все должно сложиться. Так, у нас пауза ставится. Ну, мы понимаем, дорогие друзья, что это, собственно говоря, Лан. Так, это не тот, я хочу вам. И поэтому могут быть какие-то задержки, могут быть какие-то проблемы со звуком и прочее. Вы уже на примере предыдущего матча, я думаю, убедились, когда полтора часа ждали старта матча. Но я думаю, что все подфиксится и все будет окей. Все же компания Минески, организация, которая, я еще на прошлой трансляции говорил, уже не первый год проводит в всей регионе турниры. Они знают, как делает Лан, они знают, что работает. Был, кстати говоря, очень такой забавный пример, когда мы, по-моему, позапрошлым году где-то весной с Вилатом ездили как раз-таки на Мейджи Алл Старс. Местные организаторы турнир провести не могли. Лан-финал у них был под угрозой срыва. И вот только ребята из Минески, подошедшие, могли хоть какое-то поднять работоспособное состояние, привести, чтобы компы работали, чтобы команды могли хоть немного туда покатать. Так что Минески, они шарят и, я думаю, быстро все исправят. Ну, периодически я вам там как раз-таки в перерыве включал прямой вот этот вот видеофит с места проведения. Вы видели, как организована сцена, видели, как там располагаются команды, у них и ведущие, все как полагается, довольно красочно. Даже какой-то такой вот интерактив идет со зрителями. Это очень круто, это очень весело, поэтому турнирчик хороший получается. Минески молодцы. Ну, на самом деле, мне на всех ланах в Азии, я вообще не помню ни одного лана нормального, чтобы в Китае, в Азии, просто чтобы прям все прошло идеально. Манила, да, точно. Манила хорошо прошла, да? Ну, неплохо было, да? Да, всем понравилось. Нам все понравилось. Не знаю, как игрокам, но мне очень понравилось. Манила, мы это же был супер. Ну, вот, кстати, достаточно быстро отжимает паузу, и, соответственно, мы можем приступить к представлению команды. Погнали, давайте начнем с Минески. Вот он, Raging Potato, все-таки сел он как раз-таки на Алхимика, будет на Миде играть. NB Ninja Boogie, он же сыграет на Кунке. Миракл взял себе Мирану, очень интересно. Так, Джулс нас играет на спорте 5-й позиции на Рубике, соответственно, и РР у них на Воспеченный Оффлейнер, сыграет на Фестлесс Войде в первой катке. Кио Тинкер, Велла Дарксир, Рейзен Венджер Фолл Спирит. Флэбят играет у нас на Дроу Ренджер, и Дуба будет играть на Баратруме. Ну что, поехали. Сейчас, возможно, у нас будет какая-то драка на топ-руне. Это было бы интересно. По крайней мере, здесь все собираются. MVP уже тут. Минески также подходят. Так, ну, слушай, вот меня учили, что драться против Спирит Брекера с Айншеллом на первых лвелах это плохая идея. Так что, если будет какая-то стычка, я почему-то думаю, что MVP чуть получше должна пройти эта схватка. Но сейчас посмотрим. Мы тоже, смотри, Минески перетянулись на бот. Да. Побоялись, побоялись. Им MVP тоже перетягиваются на бот. Так, он вот сейчас уже чувствует, чувствует РР, как больно от Спирит Брекера получать. Он под Айншеллом идет вперед, ничего не боится. Так, кстати, спрей, штука неприятная. Там же пошел телекинез, торрент по трем героям. Они так вот плотно собрались друг к другу. Ну и марш в машин. Пошли, стрела залетает мимо. В итоге MVP, так понимаю, смогли отжать здесь рунного противника. Забирают ее к ООО. Наверху баунтюру на все еще лежит. И сейчас будет просто марш-бросок. Кто быстрее, кто первее? Итак, Тинкер или Миран? Миран или Тинкер? Там еще Рубик Тинкер, понимаешь, что он не успевает. Здесь Рубик и Мирана побыстрее будут и по итогу остается на центральной линии. Ну, итог у нас следующий. Значит, пока Войт у нас стоит на легкой у Минески, соответственно, будет он стоять против триплы. То есть угадал тут у нас Винга, Дрой Рейнджер и Баратрум. Но Баратрум, не думаю, что он там долгое время какое-то пробудет. Он с получением второго левела сразу побежит гангать Мид и мешать, в принципе, как-то фармить Алхимику. Вот, видишь, пока он не прокачал себе разбег. Ну, и в Миде, пока Алхимик стоит у нас соло один на один против Тинкера, в это время Кунка будет заниматься стаками для Алхимика. Очень красавец. Потому что, на самом деле, мне кажется, буквально вчера я смотрела игру, где Алхимик на этом желании стоял у нас в Миде. Ему вообще стаки не делались. И в лесу поставили Акса. То есть еще и Акс сформил лес. И, конечно же, Алхимик за счет этого очень-очень сильно вначале просел. Ну, и в итоге он проиграл. Ну, и на топе у нас вот сейчас Кунка перелягивается именно туда. Стоит пока Рубик вместе с Мираной. Достаточно неплохая связочка. Рубик поднимает. Мирана кидает Эрроу. Ну, и можно попробовать сделать какой-то фраг. Ну, пока, видимо, его держится достаточно аккуратно. Прошлая игра его на Вайде была просто великолепна. Посмотрим, как он отыграет у нас на Дарксире. Ну, пока по таворам стоит. Действительно, экспириенс получает. Особо сильно суппорты состава Минески ему не мешают. Ну, есть очень интересный момент. То есть, спиритбрекер, прокачав вот на стычке возле руны как раз-таки башни, имел чардж. И сейчас в трипле чардж получал второй уровень. Очень долго их спокапало. Вот только-только взяв второй, он сразу отправляется в далекое путешествие. И здесь найдет рейджик Патейта вместе с Куо. Тут же пошел лазер. Есть регенерация. Тут же регенерация сбивается. И хороший телекинез от Джулса. Прерывает он движение дубу в сторону Алхимика. Поэтому дубу здесь находит. Алхимика все равно. И вот удар. Где же баши твои дубу? Где же твои 17%? Из трех ударов ни одного баши не прошло. Бывает. Ну, в любом случае Алхимика прохарасили достаточно неплохо. Однако, вот сейчас ему принесли какой-то подхил. Кунка дал. В принципе, стоять можно. До времени Рубик у нас возвращается на сложную линию. Будут попробовать они с Мираной забрать Дарксира. Ну, забрать, наверное, громко сказано. Как вот, если они вдвоем смогут убить Дарксира, я не совсем представляю. То есть, конечно, есть какой-то комбателекинез и стрела, но это как-то звучит не совсем убедительно. Вот помешать, да, помешать можно. То есть, отбить его от крипов, отправить его по тавор, чтобы... Разбег в мид, смотри. На Алхимика. У Алхимика, кстати, не так много хп. Ну, по крайней мере, однако, здесь сразу под сейв. Рядом Кунка прилетает Рубик. Ну, и на самом деле, сделать уже ничего здесь не получится. Ну, Алхимика, конечно же, будет жить. Ну, по крайней мере, ему мешают. У него всего 8 крипов. Не сказала бы, что Тинкер фармит гораздо лучше. Буквально на 2 крипа у нас Кью опережает своего оппонента. Но, по крайней мере, Алхимика напрягает. И видим, что достаточно много сил на это тратится. Пока хорошо работает действительно с упортом Минес. Сейчас прожимают смог. Попытка будет от них уже произвести какую-то атаку. Вот очень хочется забрать, конечно, Куэль. Вот этого Наклого Спирит Брейкера. Ну, вот тоже тяжеловато, конечно, это будет сделать. Тот же самый Телекинес теперь будет работать в купе с Торрентом. И все еще это не так много дэмэджа, как хотелось бы. Но только для того, что у Куэль очень мало ХП сейчас может он встрять. Есть Телекинес, спадексит спренд, Торрент точный, сейв ТП. Скорее всего, не успеют. Это Феррис Блад для Алхимика. Ну, отличный выход от команды Минески. Ничего сказать. Они зашли в смоках, подняли. Ну и там, в принципе, без вариантов. Потому что не было рядом никого, кто мог бы помочь. Да, прилетела Винга. Однако там слишком много дэмэджа. Все-таки Тинкер, скажем так, не такой плотный персонаж. Ну да, вот под крипами он там подставился, не захилился до конца. И не ожидал просто-напросто такой прыти с стороны суппорта в Минески. Ну и тут же вот эта парочка сейчас перемещается на верхнюю линию. Здесь, конечно же, Дарксир. Здесь, какого Дарксира, хочется каким-то образом погонять. Ну а Дарксир свое дело знает. 14 крипов у него уже есть. Взял он себе уровень 4, половина 5 уже. Ну вот, как ему помешать, пока не совсем ясно. Купит себе Солринг, будет развешивать Айншелл и будет жить. Вот единственное, что меня пока смущает в то, что происходит в МВП Феникс, это отсутствие синергии между Спиритбрекером и Дарксиром. То есть, казалось бы, Спиритбрекер должен получать или щиты и начинать бегать. Но пока это было и заюзно единошно. Выход на Дарксира телепорту дан под сейв делается. Однако слишком много, в принципе, урона. Баратрум прибежал. Ну и Баратрум, кстати, сейчас также может отъехать. А Тайка нет, маны нет уже ни Мирана, ни у Рубика. Поэтому спокойно Баратрум здесь уходит. Ну и самим придется ребятам пойти подхилиться на базу. И счет становится 2-0 в пользу команды Минески. Вот пока не к месту Добу совсем, конечно. Вот его были в мид перемещения, попытку убить Алхимик. Так, в теорию, снизу пытается РР разобрать. Есть Салленс, РР. Да ладно, не добили. Там буквально полутычки не хватило. И дает он таймболк, восстанавливает себе запас здоровья, становится живых. Не удалось сделать скилл. Так вот, Добу вроде перемещался в мид, но по итогу Алхимик сделал фраг. Добу сейчас пытался прилететь на топ, но Дарксира уже потеряли. То есть пока вот он немного не в темпе этой игры, скажем так, Добу. Вот ему нужно найти себя. Нужно все-таки побольше хороших выпадов сделать. Наконец-то они скооперировались вместе с Дарксиром. Наконец я увидел Айншелл на Спиритбрейкере. Ну а вот сейчас, правда, МП не хватает, чтобы дать чарч. Надо подождать немного. Клэрти юзайта. Ну, игра пока идет, конечно, в принципе в пользу Минески. Я хотел бы сказать, если бы не одно но. Крипстаты все же у МВП хорошие. То есть Дроу Рейнджер на своей линии фармит, Тинкер на своей линии фармит тоже хорошо. 27 на 10 против 20 на 0 у Алхимика. Ну и Дарксир, соответственно, на легкой линии тоже стоял неплохо, несмотря на смерть. Ну, несмотря на смерть, кстати, это мы можем сравнить. Я вот уже несколько раз слежу за таким лайном, как Дарксир против Мираны. И уже несколько раз могу отметить, что Мирана постоянно по крипстату Дарксира опережает. Ну, тут, конечно, Миране помогали. И Рубик был, и, в принципе, Кунка подходил. Получилось убить, но тем не менее, постоянно она по крипстату выше. Сейчас на 10 крипов опережает. И опять выход в мид у нас, скорее всего, будет. Так поставили вард. Ну и... Вардинги, где вардинги, конечно. Ну вот так вот в наглую зайти на хайграунд, наверное, будет проблематично, потому что они вдвоем, это все же два суппорта, а там при поддержке УКО есть Дубу. Поэтому опасно. Можно еще и самим-то встрять. Очень интересно, Мир. Что-то сбираются. Нет, хотел обратить внимание на то, как Кунка раскачивается, то есть не качает тайпбрикер. Такие текущие миди. Обычно все-таки термор не уже берется. Ну ладно, посмотрим. У него два только... У него только два скелпад прокачаны. То есть он на один тарянт, на один крест, и у него третий лев. То есть он, если что, готовый будет. Прокачать, я так понимаю. Видимо, да. Ну что ж, заходит MVP в наглую за спину. Есть чардж, находит здесь Кунку, зажимает его с нескольких сторон. Проказ дали. А что дальше, чем добивать будем? На развороте. Монлайт Шадо. Крест. Пошел Монлайт Шадо от Меракла. Ко, Старштормы залетают войны неплохо. Разминать один в один, и ставится тут же, конечно же, хроносфера на Веллу. Велла пытается разобрать. Джулс в ней встрял, но стрела замечательно взлетает именно после Хрона. Сделали очередной минус. Приходит Дубу. Зря пришел. Получает чардж. Возможно, сейчас откинется. Есть Старштормы. Да, его получено забирают. Минус 3 от Минески. Хорошая игра. Минус 3. Да, там Баратрум успел убить Курьера, но на самом деле, разумеется, пока Минески просто тащат. И делают все очень четко. Прямо, знаешь, в МВБ такие прилетели в мид, такие ганг, банк, но провалился. Провалился. Мирана, смотри, 1.03. Крипстат у нее 40. Вообще, у Миракла все очень-очень даже неплохо. Сейчас еще Боттл зарядит. Ну, смотри, разбег на нее от Баратрума. Разумеется, он там дальше не побежит. А так, просто чардж показать ее, отменяет. В это время Дарксир перетягивается у нас на свою уже сложную линию. Решил поменяться онлайнами. А нет, смотри, дровка тоже сюда прилетела. Судя по всему, будет какой-то у нас подпуш, линия, что ли. Попытка забрать кунку. Может быть, чардж уже имеет. Сфэби заходит нагло. Понимает сейчас НБ, что тут, возможно, у него будут проблемы. Да, Спирит Брекер сейчас тоже спалился. Должны быть ТП. Торрент замечательный на ход Спирит Брекеру. Мансит еще и от Гаста уворачивается. Все равно зажимает, конечно, вот в этом узком лесочке. Среди трех елок его здесь изнасиловали в темноте. И ничего не дали ему сделать. И такие минусы. Никто даже не спас его. Никто не пришел. Что же за беда такая? Ну, вообще, на самом деле, никто прийти-то и не мог. То есть, Алхимик пока не боец. У Эрера не было хроносферы. Но остальные даже и не попадались. Так, и настало будет. Ну, если пока мы посмотрим на графики, на восьмой минуте мы уже на девятой практически видим, что две тысячи по опыту преимущества у команды Минески и около тысячи по золоту. На самом деле, для такой минуты это уже о чем-то да и говорит. И вот свой первый тавр сейчас забирают команда MVP. Тавр достается у нас Draw Ranger. Ну, в принципе, надо потихоньку начинать делать то, для чего они и брали Draw Ranger в этот пик. Ну, да. То есть, казалось бы, всего три героя имеют рейнджевую атаку в этом пике. Но, тем не менее, все равно. Это хороший бонус, хороший демаж с руки. И этим нужно пользоваться. Нужно давить много физического урона. Единственный только страшный момент сейчас для MVP это реальная угроза потенциальная в будущем. Это рейджик Патейта на Алхимике. То есть, парень-то уже купил себе армед, и про него начинают забивать и забывать. Это самое страшное, что может произойти в игре. Алхимик свое выформит, мы это знаем, дайте ему на 15 свободного фарма, он выйдет с четырьмя-тремя слотами и разорвет просто-напросто. Так что нужно как-то вот активизироваться, MVP Phoenix. Попытка подпушить Тир-2 это уже хороший мув. Но пока мы, видимо, они его не завершили. Монлайт шатт у стороны противника. Разгон у нас от Spirit Breaker был на... От меня это разгон. Так, ну и... Все, есть у нас рецепт на травола у Тинкера. Потому что, в принципе, у Тинкера все было не так хорошо в миде, его два раза убили, поэтому на 10-й минуте травола, в принципе, достаточно неплохо. Слушай, я тут смотрю, а так нет-то вот жесткого упора на Пресижен Ауру. Она просто в единичку вкачана. У него Фрост Аровс на 3. Вот так вот играет Феби на керри. Кстати, достаточно необычно. Я, по-моему, еще первый раз такое вижу. Странно. Ну, я видел, конечно, такое, но все же я думал, что будет какой-то упор на то, чтобы доносить урон с руки, чтобы и Ризен помогал, чтобы там и Тинкер тоже помогали бить с руки. Это хорошая прибавка. Ну, вот упор сделали на то, что там стояла Дроу Рейнджер на сложной линии, как ни крути. И эти Фрост Аровс помогали стоять непосредственно против там Эрера, да, то есть напрягать и каким-то образом держать на дистанции. Так что в этом тоже какой-то смысл-то был. Ну, поэтому такого и агрессивного пуша стороны МВП нет, судя по всему, да. То есть Пресижен Аура на первом уровне прокачки и один Тауэр всего лишь упал за 12 минут. Поэтому пока как бы дровка есть, а стратегии с дровкой как таковой нет. Видимо, будет в будущем. И, если честно, это может сыграть злую шутку с командой МВП, потому что пока у Минески все достаточно неплохо. И по фрагам они ведут, и по опыту, и по надворцам, в принципе, все неплохо. Видимо, что общая ценность, если у тебя открыта, то Алхимик, разумеется, на первом месте. Следующее место занимает Миран, она была на полнейшем фрибарме. И вот сейчас будет попытка забрать Алхимику. Успеть ли Баратрун? Да, успевает, сбивает. Телепорт у нас Рейджен Пафтета. Дальше, где же Башек? И Башек проходит, заряжает стан, стан откидывает спирит брейкера. Ну, и еще один Башек под... А, ну, конечно, стрела залетела. 17%! Боже мой, как это работает жестко. Там еще и свап Меракла подцепили, проказ станы, дал он лип третьего уровня прокачивания, довольно-таки далеко ушел. Но смогут ли его поймать EVP Феникс? Дуба идет до конца, чарж 4-3 секунды, потапрались уже не хочется, тем более, что РР подошел. Но, в любом случае, алхимика забрали. Ну, откровенно говоря, конечно, алхимик виноват сам. Ну, нашел он место пофармить. Ну, что это? Чужой лес, тогда, когда на тебя делают разгон, там, спирит брейкер. Когда вообще спирит брейкер присутствует в противоположной команде. Где же ты формишь? Были свои леса, была линия центральная, да, можно было фармить. Была. В общем, его делал, он в итоге отдался и несколько свой фарм приостановил. Плюсик ставим в сторону EVP. Третий фраг сделали. Хоть и немного это на 13-й минуте для этого корейского коллектива. Но, тем не менее, хоть что-то. Ну, знаешь, и преимущество Минаевски все равно только идет вверх, потому что по опыту уже 4000. То есть, там буквально пару минут назад там было буквально там 2. И вот уже растет и растет. По золоту, по золоту пока держится. Это, кстати, немного странно, потому что обычно, когда есть алхимик, то по золоту должен отрыв быть чуть больше. Ну, пока, в принципе... Пока, да. Ну, не особо хорошо получается. То есть, он вроде и армит-то собрал, но все-то как-то вот тайминги не очень крутые. И вот таким образом вышло, что дроу-рэнджер даже понотворца обгоняет. Хотя, большую часть времени она вообще проводит просто бегая, где-то в чужих лесах, там, подпушивая нижнюю линию. То есть, ну, не средотачивается на том, чтобы с конца бить крипов. Смоганг у нас от команды MVP. В принципе, тут Минески также держатся вместе за своим тавером и... Я бы хотел такой отметить факт, что очень хороший вижн поставили Минески. То есть, все эти перемещения стороны MVP, они просто читаются. Вард в своем лесу, вард на нижнем спауне руны, вард на верхнем спауне руны, вард ты заходишь в лес чужой. То есть, информаций очень много у Минески. И незамеченными MVP будет очень сложно пройти туда-либо. И вот, младшему. Смотри, младшему. Да-да-да. Сейчас что-то будет. И первым должны цепануть именно Баратрума. Баратрума посадили на Торрент. Сайланс пошла оттуда. Эра от Мираны. Ну и, конечно, его надо убивать сразу. Качественный. Какой охраносвер. Ты посмотри. Просто трех героев закрыл краешком Мелу. На развороте пытается дать вакуум. Вакуум в стенку успевает дать перед своей смертью. Даже еще и не умирает при этом. В стороны разбегаются Минески. Конечно, слишком много демэджа там выдает Роу Рейнджер. Один-вотин в итоге размен. Стрела залетает Мелу, который стоял на месте. Тычку последнюю выдает Меркл. Один в три уже драка. Ну и на этом еще не заканчивается. Вингу тут точно, конечно же. Соберут. Это просто четыре в два. Притом... Меркл еще может погибнуть. Еще тычку нужно. Та, 14.5 хп нейтралы догрызают. Бедный РР. Ну и по итогу остается Рейджинг Потейта против Фейби. Посмотрим, кто кого. Там еще, конечно, убегает Меркл, у которого очень мало здоровья. Уже разгон на него берет спиритбрекер. Добить бы надо чем-то. Боже мой. Шли еще иллюзии от волов реплики, но они не успели. И тп от Меркл сработал. Какая-то фантастическая драка у нас прошла. И по итогу победителем из ней вышел алхимик. Потому что он не умер. Потому что у него много денег. И он хорош. Ну, на самом деле, у алхимика уже не так долго в Досакреда. Однако, если сейчас его убьют, а его, скорее всего, убьют, а там играют Армлетом. Ну и Башек. Башек пройдет. Лисва пошел. Отвенжи Фулл Спирит еще отстанивается. Никуда здесь не уходит. Опять играет Армлетом. Боже, ну как он это делает? Шикарно исполнять. Минус Спирит Брекер. Там еще и Белла пытается взять, но уже Фейби рядом. Однако Фейб сам подставляется по телекинезу. Героев его прищучивают. Гаст ответно залетает от Рубика и Белла лишь только уносит свои ноги. Попытка была атаковать алхимика и, казалось бы, вот они уже. Плески к тому, чтобы убить его. А нет. Потрясающий игра Армлетом. Да, Боже, еще и Резом подставляется под стрелу. Какой кошмар. Триплкил Миракл. Обалдеть. Это просто... Ну, красавчик, ничего не скажешь. Вообще, я несколько стрел уже от него вижу. Достаточно, на самом деле, красивых. Все время он старается... Знаешь, как в первой доте можно было посмотреть, сколько стрел ты там попал из всех, что кинул. Это была очень хорошая фишка. Жаль, вот во второй доте этой фишки нет. Ну да, было бы интересно посмотреть. Но вообще, Миракл, конечно, игрок легендарный. Это сингапурский парень, который, конечно, в своей жизни мало чего такого существенного выиграл. Однако играет тоту с первой уже, тоту, да, непосредственно. Его самые сигнатурные герои, которых вы, наверное, можете знать, это какая-то Нага. То есть вообще любитель героев с иллюзиями. Но вот мы видим, что и на Миране тоже не очень хорошо получается исполнять. Ну, вот скилл, что называется, не пропьешь. И вот год за год Миракл выдает хорошие вещи. Ему команду бы здоровскую. И тогда зажжет. Может быть, как раз таки и с Минески получится в этом сезоне. Но пока у него идет 6.05, у него готов Агонин на 17-й минуте, с Фейзами Аквилл, и все здорово. Что в миде происходит? В миде происходит. Разгон был от Спиритбрейкера, понял он, что залетел не туда, куда надо. И сейчас, скорее всего, за это его накажут. Так вот, в принципе, рядом Тинкер. Потом пошел Мунлайт Шадоу от Мирана. Однако разгон на Рубика. Но никуда здесь он уже не уходит. В это время, в принципе, Эмпи забили на своего Баратрума и пытаются внизу снести Тавар. Однако, Минески его отдавать не намерены. Прилетает сюда Войт. Кстати, если что, есть у Войта Хроносфера, которую, я думаю, он был бы не против поставить. Прыгает Хроносфера, ставится под Роу Рейнджер. Туда пошла стрела от Мирана. Однако, хороший свап от Веншфол Спирит. Ну и, в принципе, атаку прервали. Можно, никого не потеряли. Можно отойти. Но он сейчас без Купола. Минески будут не так сильны, в принципе. Разбирать. Ну, ребята, все равно будет противника вперед. Ты посмотри, идет вперед Алхимик. Даже без Радианца. Готов драться. А дубу на развороте. Контор инициирует. Тут же Торрент по-троим выдает. Что это по-троим? Где же корабль? МП не хватает на корабль. Тут же Назерстрайк по Рейджик Патейта. Ставится Волл-Оф-Реплика. Рейджик Патейт в Армет поиграть здесь не смог. Корабль накрывает. В итоге Дарксир один в один размен. Драка делится на несколько частей. Феби пытается не отпустить НБ. Фрост Эрол замедляет довольно серьезно. И там погиб уже Велл. Там и погиб также Спирит Брекер. В итоге один в два размен. Ныряет дальше Меркл. Нужно дать качественный Эрол. Прилетает сюда Тинкер. На крипа. Просветили Ризен. Ризен здесь погибнет. Лоха ПНБ. Да, он здесь погибает. Очередной хороший телекинез был. Ну и что, не отпустите. Скорее всего Джулса. Феби под замедлением от Даста. И ракетки залетает. Не добьют сразу. Феби все еще идет до конца. Стрелу выдает. Совершающую такую хорошую. Спинок Рубика. Рубик он убивает. Таки размен 3 в 3. Ну и по два героя осталось. Каждый гостаром стрела залетает. Отменяет код тп аут. Правильно делает. Феби изайт тп. Ну и кой здесь тоже должен выжить. Да. Файты, конечно, какие-то прям супер красочные получаются. Слушай, это получается размен у нас погиб Алхимик. Погиб Кунка. Погиб Рубик. В размен на Вингу и Дарксира. Там Алхимик с одной стороны погиб. С другой стороны, по-моему, точно умер Дарксир. Точно умер Тубу, но Спирит Брейкер. И погибла Рейнджа Пул Спирит. Ага, значит, 3 в 3 размен. Ну, в принципе, достаточно ровный. Однако погибает у нас Алхимик. Ну, вторая смерть. Главное, что Родианс у него, в принципе, уже имеется. И в это время MVP решили попробовать забрать Рошана. Однако пока без Дроу Рейнджера. Все Дроу Рейнджера у нас подходит. Ну и получится ли... Должны, кстати, понимать, Минески, где находится сейчас оппонента. Они готовы драться. Разбивают сейчас Варды. Сразу пошел Смокну. Лайтшадо от Мираны. Вард. Вард. Здесь. А, там Смокну еще были. Там еще и Смокну разворотят MVP. Ну что, стычка на стычку. Телекинез встречает Дубу. Стрела залетает прямо к нему в упор. Старшторм ничего не дали ему сделать. Просто разорвали. Там же под кастом падает и Рубик. Залетает корабль в Рейзен. Рейзен нужно чем-то топить. Остается 50 хп. Нырять дальше и Рарад поставить коносер по двойным и качественно очень. В итоге один в два размен. Ну, а новеллы уже силенок не хватает, чтобы его забрать. Да и далековато находится все же Алхимик с места событий. Ну и драка заканчивается тем, что все-таки выигрывают ее Минески. При всем при этом опять мы не забываем про то, как фармит Алхимик. И вот, кстати, по поводу Алхимика сейчас... Ох, чем больно делает ему Дрэв Рейнджер. Однако играет у нас Алхимик Армалетом. Не хватает ему, в принципе, здесь этой игры. Потому что мультимейт у него был Култон, только он его подрубает. Ну, тут прилетела помощь. Ну и третье, смерть для Алхимика. Да, ну вот как-то, наверное, с командой все же надо было бегать. Потому что она без него дерется, а он потом в соло где-то умирает. Это не совсем круто. Так не должно быть, скорее всего. И вот из-за того, что он гибнет в соло пару раз уже подряд, и у него нетворство, ясно, сильно не увеличивается. И разрыв между Дрэв Рейнджера тоже нет. Ну, очень хотят забрать Рошана. И, в принципе, я понимаю их желание. И стрела, шальная стрела залетает. У нас опять Баратрума прыгает туда. Вирана. Они посадили на... Ну, крест-то дай! Боже мой, под Саленсом! Боже мой! План был хороший. На крест Вирана, чтобы она прыгнула. Дала Старшторм, и он ее вернул. Но Гаст все испортил. Тут чертов Гаст, который выдал у нас... Кто-то выдал Фэби, выдал, конечно. Шикарно было сыграно. Плюс ко всему еще забирает Рошана. А Егис в инвентарь, Дрэу Рейнджер. Круто все. Пока MVP. Начинают они реабилитироваться. Притом очень обидно, потому что именно... Очень много денег забрал у нас спиритбрейкер Замирану. 760 золота. У нее было богоподобие. Это первая смерть для Миракла. Ну, что сказать. Немножко не пошло. Нет, Панты, как ты сказал, на самом деле был хорош. План замечательный, да. Но кто знал, что Гаст будет с таким рейнджем залетать, что зацепит там всех буквально. Жестко вышло. Очень жестко. Ну, ты знаешь, несмотря на то, что вроде был отрыв Минески, виляние 5000, надо понимать, что эти 5000 было в команде с Алхимиком. Поэтому это не так много. И плюс ко всему еще графики идут вниз. То есть MVP полностью отыгрывается. Сейчас дело в том, что у них есть Аеги, с вами VP, конечно же, имею в виду. И теперь они могут пойти забрать Тавр какой-нибудь. Например, Тавр в миде добить, потому что там всего 100 хп. На боте Тавр упал сам. И увеличить свое преимущество. Еще больше Алхимия. Как же ты нагло играешь? На самом деле это была реально просто ошибка, потому что не было никого видно. Да он надоел закидывать уже, честное слово. Из Минески, где они находятся. Ну и, соответственно, просто фиданул. Притом не было никакого героя на подсейве. Если бы, я понимаю, сзади за тобой стоял Войт, готовый поставить Хрона на твою защиту. Однако просто никого не было. Да он просто закидывает. Ну, четвертый раз подряд парень дохнет в соло без команды. Ну, что это такое? Что это за игра? 30 секунд его не будет. Конечно, MVP будет заходить на хайграунд. За счет Драгонлендса Феби имеет бешеный рейндж-атаки. Он просто стоит и Тавр пробивает. Ну, нельзя так играть алхимиком. Ну, это, ну, привести к поражению, может. У Минески все было хорошо до этого. Ну, ладно, пока здесь еще Клифф, пока еще можно держаться. Да и Алхимик не так много времени в таверне проводит. Но все равно, конечно, неприятно. Придется еще терпеть 14 секунд. Феби желательно, конечно. Гаст опять. Но тут уже Крест. Тут уже Крест, тут уже Кунга готов спасать. Ну что, Тавр должен пасть. Да, и Тавр падает, на самом деле, в бараке. В бараке надо забирать. Почему нет? Почему они боятся? Потому что есть же еще Аегис, Судро Урэнджер. И Глиффа нет. Реслица на Алхимии. Пошли тут раскасты от Тинкера. Надо ему слетать на базу. Ну, не с этого захода, судя по всему. Неужели они отойдут? Они не будут отходить. У них Аегис. У них сейчас пик максимально силен. Зачем им давать нафармить какие-то лишние слоты той же Миране, тому же Алхимику и так далее. Потому что если касательно именно глубокого Лайта, тут уже будет все проблематично. Честно говоря, я не возьму сказать, у кого он сильнее. Потому что достаточно ситуативно. Но вообще, если подумать логично, с Алхимиком, который может подарить всем своим героям по шестому слоту, это может быть Мирана. Ну, Мирана свой Аганим есть. Ну, Трубику, в принципе, тоже почему бы вообще даже неплохо. Всем Аганимы очень хорошо подходят. Да и Мирана в конце в итоге может продать свой Аганим, и Алхимик подарит, у него будет свободный слот еще. То есть здесь всем актуально. Это действительно так. И действительно, если игра затянется, у Алхимика есть потенциал для того, чтобы раскачать свою команду на еще огромное количество денег, ну, вот МВП должны тоже прекрасно понимать. И они это понимают. Они все-таки стараются подпушивать нижнюю линию. Все равно придется дать бой. Все равно нужно будет принимать драку 5 на 5. Конечно, приятнее это делать тогда, когда у тебя на кор-герое есть Аегис. Вот сейчас посмотрим, удастся его реализовать или нет. Так, Глифа до сих пор нет. И еще раз напомню, Аегис на Дрогорэнджерах имеется. Ну, и подпушивают у нас Тинкер топлайн. В принципе, делают они все правильно. Возможно, хотя бы можно было попробовать, стоило забрать товара и все остальные внешние товара, чтобы, скажем так, более на верочку сыграть. Потому что пока чувствую, что не готовы они заходить, потому что хороший купол, и все может пойти не так, как они планировали. Так, Баратру у нас... Что же он, Огрклаб, приобрел? Скорее всего, он будет делать себе какую-нибудь... Ой, Рейджик Потэйто. Ну, я не удивляюсь. Я вот сейчас вообще ничему не удивлен. Вообще ничему. Ну, это вообще уже реально. Ну, просто опять пошел и сдох. Ну, сейчас команда без него будет драться. Хороший, конечно, получился проказ стороны Минески. Дали там и Торрент, и Старшторм. Хорошо, и прошли, но не убили никого. Проблемы. Вернули Ризна, посадили на Крест. Очередные Старштормы. Ну, вот здесь его смогли взять с помощью Квейтболта. Ну, извини, размен Винги на Алхимика и Вайда. Это как-то совсем неприятно. Ах, надо было уже зафокусить Мирану! Зафокусить Мирану! И получается зафокусить Мирану! Это еще один минус от команды Мин... Простите, конечно же. Ну и надо ломать Тавр. Сейчас, в принципе, ничего не мешает МВП зайти на ХГ, потому что, хотя Алхимик тут уже и ресницы через 20 секунд, и Аеги здесь сих пор не забрали. Пойдут просто на топ еще один Тавр заберут, что тебе Майл Шторм приобретаете, Дрова Рейнджер. Ну и все, за Егисом. Офиг вообще на этого Алхимика, если он так будет играть, ну серьезно, жив он, не жив, какая разница, если он просто идет, сдохнет. Ну, безобразие, какое-то, честное слово. Мне прямо совсем не нравится. Команда старается, команда пытается драку 5 на 5 хорошо принять, но все это они делают вчетвером, потому что Алхимик уже успел подохнуть. Вот если Минески сейчас все-таки возьмут себя в руки, если удастся собраться, у них все еще есть хорошие шансы, чтобы провести хорошо замес. У них РР, которые неплохие хроносферы ставят, у них есть хроносфера, все же, как ни крути. Тайтбрингер какой-то, Дайкараб или Торрент. Можно комбинировать. Эмирана с Тарштормом тоже хорошо, просто нужно подсобраться сейчас. Они на лане, они новообразованный коллектив, мотивации у них хватает, поэтому просто взять себя в руки. И все получится. Айтем Билл Тинкера заметит, что не через Аганима, а через Дагон. Ну, Дагон уже есть второго уровня, так что можно попробовать быстро делать минус. И, ах, стрела мимо, но Варатрум здесь, конечно же, отъезжает. Дальше драться MVP вряд ли захотят. Свап отличный, Атвенши Фулл Спирит. Ну, Винга здесь без вариантов погибнет. Мулайт Шаду от Мираны. Поставила стенка не слишком хорошая, а Дарксира и MVP просто надо отходить, пока они не на Фидели еще больше. Так, гонят, 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 Гонят. Не хотят отпускать сейчас. Должен дотягиваться Хунка крестом. Дотягивается до Феби. Будет возвращать на точку. Тут же Реджик Патейтос, Инвизу. Сейчас неплохо сыграно есть. Там нужно добивать цирки с прокаста. Правда, погиб Рубик. Но не страшно, если заберут Феби. А Феби действительно забирает. В итоге 1-3. Рассказ очередной. Тут же таймболк юзается. Ракета летает очень больно. Там Эмирана прыгает дальше. Стар Шторм. И будет еще один крест. Инвиз сам, конечно, без ХП остался. Поэтому очень опасно лезть дальше. По Тавру. Но, тем не менее, Драку у Минески выиграли. И вот, очень показательный замес. Как только Алхимик был рядом, все получилось. Все реально получилось. Они просто пошли в пятером и выиграли Драку. Потеряв только одного субпорта. Что и требовалось доказать. Молодцы, Минески. Вовремя подсобраться. И уже виден результат. Ну, все-таки, знаешь, не стоит забывать, дорогие зрители, что это Лан. И поэтому здесь... Игроки очень зачастую переживают и так далее. И совершают ошибки, которые они вряд ли бы совершили в более комфортной атмосфере для них. Поэтому, я думаю, что Алхимик немного... Хотя Рейджи импотета, он достаточно, в принципе... Ну... Если не ошибаюсь, он самый молодой игрок в этом составе. Молодой, это Раваня. И все, что нужно было, это там получить какого-то такого дружеского подзатыльника от соседа, который сидит рядом. И, в общем-то, игра сразу пойдет. Например, от Меракла. Вот Меракла ему точно может рассказать, как на ланах играть. Поэтому вот он и сразу заиграл. Что, не боится? Уже есть Манта Стайл. В Миде сейчас может быть выход у нас на Алхимика, однако он использует Манта Стайл. Разгон был от Спирит Брейкера. Отмена. А Войт приобретает себе Блиндаггер. Это означает, что скоро Купалдун будет ставить у нас Хрона еще более удачный. В принципе, на самом деле, Хрона у Эрера были в этой игре достаточно неплохие все. Вообще, да, он красавчик. Молодец. Хрона сверки действительно качественные ставит. Так. Тинкер. Тинкер Дагон у нас пока второго уровня. Блиндзе Дагон, Трвала, Даггер. Ну, в принципе, такой стандартный айтем. Билд. Через две минуты уже появится Рошан. И вот за этого Рошана наверняка будет основная драка. Потом уже, если его заберут там ВП Феникс, они 100% пойдут заходить на ХГ. У них сейчас, скажем так, самое время реализовывать их ПИД, потому что они очень сильны. И, а вот ребятам из Минески нельзя дать им это сделать всеми возможными способами, потому что они понимают, что если они отдадут Рошана, они вполне могут, вероятно, что могут отдать в сторону. И, Баратрум, слушай, что это? Фейс-чек-толк называется. Фейс-чек. Он забыл, как отменять разгон. Он просто побежал. Нет, на самом деле, я понимаю, почему так было сделано. Команда вроде бы шла сзади. Ну, как сзади? Достаточно далеко. И слишком далеко, видимо. Ну, так же Алхимик играл примерно. Я говорю, пойду посмотрю. Это бывает, бывает, да. Посмотрел, проверяй. Это то же самое. Ну да, такой интересный момент. Я вот просто хотел обратить свое внимание. И ваше в том числе тоже. Это наличие Point Booster у Алхимика. То есть он подготавливает первый Аганим. Вопрос только для кого. И почему он сперва сам себе еще слот не одел. Неужели так важно купить сейчас Аганим? Ну, я не знаю, кому. Условно, Фейс-лоспойду. Я думаю, обойду. Я тоже думаю, что Фейс-лоспойду. Тут, скорее всего, на самом деле, у них только за куполой получается что-то неплохо делать. Кого-то убивать быстро. И вот как раз с Вайду он очень нужен. Потому что если сейчас отдадут Рошана... И опять разгон у нас от Баратрума. Так, неплохо растолкал и Рубик. Отличная стенка, стяжка от Дарксира. А вот это хроносвер, ты посмотри. Просто по-троим. Туда же Торрент, корабль. Хватит ли урона? Самый главный вопрос. Гарден Грифс. Отхили будет большую часть здоровья. Большие проблемы сейчас есть у MVP. Никого не потеряли Минески благодаря такой атаке от Дубу. В любом случае, Минески здесь остались в живых. Но все было качественно использовано и исполнено с одной и с другой стороны. Просто все кажется... Бойд ушел на 2 хп. Ровно на 2 хп. Просто посмотри. Да. Ну и снова молодец, РР. В таких ситуациях, казалось бы, не растерялся. Хроносферу по-троим выдал. Если бы чуть побольше урона залетело в хрону, было бы все вообще круто. Да, ну и драки, конечно, шикарные у нас проходят. Прям очень много всего такого интересного. Вообще обожаю, когда есть такие вот геймченджеры с одной и с другой стороны. То есть здесь там Дарксир, который дает шикарный вакуум. Спиритбрекер всех расталкивает. Там Тинкер скастовывает. С другой стороны хроносфера. Все это там под торрент, под корабль. Круто это выглядит. Просто очень круто. Эй, так это же был не Агоним. А, это Актарин, да? Это Актарин. Это был Актарин от Алхимика. Ну, в принципе, вот сейчас он себе его уже купит. Ну, стандартный такой. Знаешь, что он был для Алхимика. Монта, Актарин, Рейдинс. Пошел вперед, но в это время забирают на Самипи Рошана. Неужели сейчас Минески отдадут у нас хроносфера 49 секунд в кулдауне без хрона драться? Не вариант. И, в принципе, Минески это понимают. Ну, и, соответственно, Рошана они отдали. Аегис, конечно же, забирает у нас сейчас Дроу Рейнджер. Кстати, у Фэби, в принципе, в кармане 3600 золота имеется. Было бы неплохо себе что-то еще докупить. Либо заградить Майл Шторм, либо Шадоу Блэйд. Ну, тут, в принципе, вариантов масса. Может, на будущее захочет БКБшку себе какую-то собрать, как только слот освободится от Аегиса. Ну, и пока вот рисуют нам, в принципе, Фэби план. Пойдем по топу. Там еще Тауэр стоит, дополнительные денежка, что лишним никогда не бывает. Мирана покупает у нас себе БКБ. Ну, и в Смоках находится у нас команда Минески. Готовы они, в принципе, встречать своих оппонентов. Купол уже откатился. Ну, и сейчас будет очень важный тимфайт. Так, Нотро Рейнджер идет вперед. Сейчас, знаешь, что у нее есть Аегис. Она может себе это позволить. Тут же Монлайт Шадоу юзается. Торен, подсадили Фэби. Очень быстро можно снять первую ее жизнь. Она уходит в НВ и ставится сэнк. Что дальше? Аэро залетает. Ну, и на развороте Гаст. Очень серьезно поставляется джулс. Вакуум воло фреймлик туда же. Но на развороте есть хратосфера. От РР и туда же корабль залетает. Что дальше? Залетает Торен по одному вэлла. Дэмэдж не так много. Тут же пошел свап. РР пытается отпрыгнуть с помощью таймволка. Пока жить будет. Алхимик включает ультимейт. Начинает тоже выдавать свои какие-то токсид спреи. Раскидывает еще и стан налево-направо. Тут Крест Торен. Все это на Фэби залетает. Тут же Миракл. Старшторм двойной Айгис сняли. Неплохо. Тут же залетает Стрелавриз. Нужно пытаться его добить. Дуба пошел вперед. Там Смиракл командирует. Смиракл под БКБ. Алхимик идет дальше. На развороте получает стан. Сам свой стан раскручивает. Получает, правда, Гаст. Тут же Торен очередной на Фэби. Уже четвертый по счету за эту драку. Залетает вейв. Фэби. Старшторм двойной. И падает он. Теперь уже Айгиса нет. Поэтому в таверну не успел ТП зачитать. Там Рейзен тоже умирает. И по итогу драку здесь выигрывают Мин Нески. Как ни крати. Ну, неплохо получилось. Ну, 2-2 получился размен. Но забрали еще Айгис. И, конечно, очень неприятно то, что погибает именно Дроу Рейнджер. И даже тавер не получилось забрать. Но раз за место у нас еще продолжается мега килл от Тинкера. Да. Кунка погибает. Кунка погибает. И внизу у нас Алхимик пытается забрать тавер. Делается у нас туда целых 2 телепорта. Накручивает стан у нас Алхимик. Откидывает его у Бара Трула. Но на самом деле разгон, если надо, будет. Побежит ли у нас Бара за Алхимиком. Он говорит, побежит. Надо ловить пока один он. Вот же, это цель. Нет, не зацепил вакуумом. Не получилось. Не получилось здесь его забрать. Ты знаешь, я тут подумываю о том, что он действительно купил себе Акторину. Это вроде как здравое решение. Это дефолтный такой айтем билд на Алхимика. Да, которого мы стали несколько забывать все же. Но тем не менее, такой билд существует. Но вот как мне кажется, все же Аганим на Фейслос Войду, тем более вот то, что он вытворяет, если ему еще и помочь, даровав этот самый Аганим, он же такие вещи будет исполнять. Он же так часто будет качественные хроносферы ставить. Может быть, действительно был смысл пораньше ему Аганим как-то купить? Не в более поздней игре, а вот сейчас. Нет, я думаю, что сейчас еще себе докупит какой-нибудь либо Шиву, либо Кирасу, что, в принципе, и то, и то в этой игре было бы неплохо. А потом уже своей команде такие... Алхимики, они обычно себя любимых сначала обеспечивают, а потом уже пойдут для своей команды что-то делать. Грейдит у нас Аганим... Простите, пожалуйста, Грейдит Дагон свой Тимкер 4-го левела уже. 12 зарядов Блудстония. Сейчас я не успеваю за этим Коу, он надоел прыгать на пленках. Здесь еще и они на НП врываются. Минус 2, действительно, Алхимик за спину заходит, ставится хроносфера, и Коу на нее наступает на эту хроносферу сам. В итоге Алхимик начинает пробивать, еще и вакуумом стянули. Нужно добивать Коу. Надо добивать Коу. Нужно за ним до конца идти, тут же свап моментально. Хорошо сыграли, правда, Мирикл пытается не отпустить Тимкер. У него это получается сделать. Страдает Рейджик Патэйта, пытался играть фармлит, не выиграл. РР делает таймболк, в сторону нужно упрыгивать, смогут ли его чем-то зацепить. У Вэлла нет вакуума, и да, тут гаста тоже не было. По итогу, 2 в 3 размен. 2 в 3, но теряет свои заряды в Блудстоне Тимкер, однако забирают Алхимику. Алхимика, конечно, байбэк имеется, однако все равно неприятно. 60 секунд без Алхимика. Есть, конечно, у нас Мирана и Войт, однако Войт в этот без купола. Как теперь будут защищать свою базу, это на самом деле страшно, потому что Тимкер-то уже резница, и сейчас прилетит и будет готов выдавать свой прокаст. А с четвертым догоном дэмэджа там на самом деле хватает. Достаточно неплохо. Хотя развели на байбэк, можно это идти. Да, 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 они добили свои цели. То есть не надо сейчас искушать судьбу, идти дальше под хайграун. Вот то, что делает сейчас Винга, да? То есть человек, да. Окей. Погибла. Она, ну в любом случае, молодцы, МВП, в том плане, что они смогли развести Алхимика на байбэк. Это очень важно. Во-первых, они лишили части денег Алхимика. Во-вторых, в следующий раз, когда рейджинг Патейта допустит ошибку, за это он уже будет наказан тем, что ему упадет сторона. А может быть и две. Поэтому сейчас Семенески должны играть крайне аккуратно. В частности, вот Алхимик, ну не идти на рожон, не идти впервее всех. Потому что там-то у МВП будут байбэки. А вот Алхимика уже нет. И это нужно всегда учитывать. Ну, до Рошана у нас 3,5 минуты. И это будет третий Рошан с сыром. За него точно нужно драться, команде Минески. Потому что у Алхимика байбэка не будет. Если еще одна такая смерть от рейджинг Патейта, а мы знаем, что он может и умеет это делать, то все для Минески закончится может очень быстро. Потому что если дровки дать бить, то бьет он. На самом деле сейчас, ну, посмотри, уже. Ну, 3-го левого ульта. Заградил он, кстати, Дрэгон Лэндс в пику. Ну, и Форса в себе еще приобретает. Дарк Сир, что вообще по этому у нас? Ну, Винга стандартно с медалькой. БКБ сделает теперь Спирит Брейкер. Просто ПТ, урна, БКБ. Стандартный такой, достаточно для Баратрума, item build. Ну, и далее. Неужели тут смоки какие-то будут от Минески? Ну, все это, я так понимаю, в преддверии появления следующего Рошана хочется, во-первых, отпушить все линии на максимально возможную дистанцию. Во-вторых, конечно же, поставить хороший вижн. Ну, а самое крутое, что может сделать сейчас и та, и другая команда, это какой-нибудь смог, который позволит убить одного или двух героев до появления Рошана. Но пока мы видим, чем довольствуется коллектив, тем, что отпушивают линии. Бояться друг друга, конечно, очень серьезно. И БК Манде. Ну, активные действия нужно делать. Вот Дубу ставит хороший вард. Сейчас тут очень важный вард. Как раз таки то, чтобы зайти на Рошана в последующем. Подпушат нижнюю линию. Подпушить нужно еще и мид, этим занимается Ко. И пока вроде все неплохо у MVP. Потому что вот смотришь, они как-то более раскрепещены. Они рассредоточили свои ресурсы по карте и вот делают все, что хотят. А Минески несколько сжались. Они бегают возле своего Тер-3 и не знают, что делать. Играют больше от дефа. Оно и понятно. Что ж, неужели это заход на хайграун будет? Фэппи-то с дабл демиджем. Он решил этим воспользоваться. И барах падает очень быстро. Ставится хроносфера. Тут же свап шикарный. Ну и что? Под хроносферу также подставилась Алхимика. Заканчивается. Есть вакуум. Неплохо сыграна. Комбинация замечательная, которая просто закрывает. Венжи-пул спирит убивает. Падает также РР. Минус спирит брейкер 1-2 размен. Куча нюков летает с стороны Мирана и с стороны Тинкера. Откидывается станом Фэппи. Тут же Торрент. На дистанции его держат. Залетает стрела и стан Алхимика. Все. Нет. Стрела не залетела. Залетела и стала Алхимика. Хорошо. Вэлла лоу хп. Вэлла пытается уйти. Отличный Гаст. Кошь сюда прилетает. Газ залетает. Ну и что? Джоус у нас Гаста падает также. Фэппи пытается пострелить еще и НБ. Но НБ там пока пытается ныкаться. Ну да. Все-таки удастся, думаю, забрать. Ну и остается здесь Рэджик Патэта. Фэппи пошел набивать. Стан дал. Хорошая пика. Гаст очередной. Фэппи. Лоу хп. Фэппи. Родианцева сжет. И это минус. Ну что ж, получается 4 в 3. Выжили двою Минески. Мирана, впрочем, тоже выжила. Ну а здесь остался живых Ко. Байбеки, по-моему, никто не тратил. На самом деле они как-то слишком нагло пошли. Наверное, стоило подождать 3-го Рошана с Сыром. И уже заходить на рампу чуть более подготовленными. А так они, в принципе, немного потеряли. Но, тем не менее, Алхимик сделал дабл кипл. И, кстати, БКБ уже себе приобрел. Да, кстати, Шива. Шива у Алхимика имеется. БКБ, скорее всего, было же. Тонарблет возьмет себе БКБшку. Ну а у Мираны. У Мираны уже есть Этериал Блейд. БКБ Аганим. Если что, Байбека у нее не будет. Кунга 1000 голды сверху. 2, 7, 23. В принципе, только Арканы из артефактов у него не имеются. Вообще совсем пустой у нас кунга. Ну вот, я не знаю, просто загорелись глаза у Фэби. Он как увидел тот дабл демидж. Говорит, да я же ж, у меня же ж демиджи с руки. Там миллион. Я просто пойду и разорву эти параки в секунду. И вот за это поплатились. МВП, просто их накрыли хроносферой. Без Аегис драться не так приятно было. Допустили такую небольшую ошибку. Немного раскачали Алхимика. То есть в сухом остатке. Да, вот Алхимик живых остался. Он получил деньги. Получился МПКБ. Посмотрим, во что это вылится. И МВП уже непосредственно в следующих замесах. Ну, пока этих драк нет. А Рошан-то, между прочим, уже ожил. И можно его навестить. Сыро Аегис там. Ну, сейчас самое интересное. И как раз и будет происходить у нас около Рошана. В принципе, я понимаю, и та, и другая команда, что он уже появился. БКБ до сих пор у Спиритбрейкера у нас нет. Ну, и... Это время Тинкер подсплитпушивает лайны. Так. В этом плане, кстати говоря, вот мне нравится именно Тинкер в такой игре. То есть когда тебе нужно сплитпушить, я не знаю, лучший герой, наверное, не придумать. Просто моментально на всех линиях одновременно перемещается. Все подпушивает. И просто вынуждаем Минески бесконечно возвращаться. То наверх, то на мид, то низ отпускать. А при этом еще и Рошана нужно держать. И как вот так вот грамотно распределить свои ресурсы, чтобы везде успеть? Потому что вот только ушел на топ сейчас Меракл. На миде там стоит Алхимик вместе с Робиком. А тут уже падает Рошана. И как успеет? Ну, они решили его, на самом деле, не дефить, как я понимаю. Просто решили отдать Рошана. И получится ли у них против Аегиса и сыра воевать? Сейчас мы это, конечно, увидим. Ну, решили, там, Мирана под сплит пушила также лайн. А 20-й левел не имеется. 2000 сверху, так, байбэк у нее будет уже. Это что самое важное. Главное, чтобы были байбэки. Ну да, байбэки, конечно, нужно оставлять. Сейчас уже будут такие очень важные, на самом деле, столкновения 5 на 5. Если ты без байбэка остался, а у тебя кор-герой, то фактически ты можешь игру сразу проиграть. Поэтому мы сейчас наблюдаем за этим моментом. Видим, что Алхимик еще не откатился. Байбэк, правда, осталось не так много, 30 секунд. У Мирана байбэк есть, у Drow Ranger байбэк есть. Но самое главное, что есть у МВП, это, конечно же, Аегис в инвентаре. Офэбе и РР, который в инвизе внезапно мимо пробегает. И все, этот движухон спалил. Тепан пытается сделать ее просто, сразу с каста забрали. А байбэка у него нет. А байбэка у него нет. 111 монет не хватает. И не будет купола в замесе сейчас. Ну, это прям, знаешь, приглашение от Минески заходить на их хайграунд. И, конечно, это была ошибка. Вот, знаешь, честно говоря, вообще, зачастую замечают такие моменты. Берут инвиз и начинают чувствовать себя неуязвимыми. И из-за этого сейчас, возможно, потеряют, ну, 30 секунд. Ну, ты знаешь, он просто знал, что там есть гем, поэтому приходилось анализа выйти, но не спасся. Опять стрела, кстати, неплохая, залетела у нас. Слушай, не получится брать. Там, Guardian Gripz. Ну что, есть еще торрент. Вытащили дубу с лоу-граунда. Велл на развороте. Паку-балу-фреблик по четверым. Неплохо тут же свапую тубу-тубу пытается жить. Фэбе БКБ на рейджик по тейтре. Рейджик по тейтре под БКБ сам пытается драться. Кунку тем временем уже погиб. Там неплохо раскоставался Куоп. При этом забрал пол еще и Рубика. Сам уходит из-под стрелы. Старшторм получает двойные. Все-таки смогли его забрать. А рейджик по тейтре остался один без помощи своих тиммейтов. И тоже отправляется в таверну. У него есть байбэк. Меракл улетает здесь. Но Бараки, скорее всего, потеряют Минески. Нужно, наверное, делать байбэк Алхимику. Выслос Войт уже появился. Рер залетает. Хроносферу будет ставить. Старшторм попадает по своему Мераклу сейчас. Получает вакуум. Фейби попытаться хотя бы нужно забрать. Фейби откидывается. Гастом сам еще дает пику. Есть Гарден Грифс очередной. Фейби будет жить и будет еще расстреливать. Но приходит рейджик по тейтре после байбэка. Иллюзии Шива. Манта Стайл. Все это юзается. Ну и сейчас после респауна Фейби нужно постараться забрать. Однако помощи как таковой рейджик по тейтре нет. Тиммейты находятся далековато. Им нужно подрегениваться. И МВП в свою очередь также отступают. Ну что можно сказать. Минески справились с атакой. Несмотря на то что в начале и Вайда потеряли. И скажем так. Бараки стоят. И это самое главное. Однако разбег у нас от Баратрума. По алхимику успевает прожать БКБ. Однако теперь надо просто отойти. Баратрум здесь уже никуда не уходит. Прилетает Тинкер. Пошли марши. Но Винга погибает. Погибает. Надо как-то уйти дроу рейджер. Это Тинкер. Тинкер здесь уже скорее всего. Они пытаются развалить еще вдвоемку. Ой Фэппи против всех Минески. Но правда там крест. Кого не дают. Раскастовывают. Дают ему еще и Саленс. В итоге он умирает. Бой прокил от Миракл. Ну давай-давай Рампэйдж. Давай-давай Миракл. Старшторм и Зарел Блейд. Все это ты умеешь юзать. Стрелу давай. Какую-нибудь жесткую стрелу. Сейчас не попадает. Фэппи уходит. И падает он от рук Рубика. Конечно здесь Рэмпэйджа не было. Но в любом случае смогли Минески здесь дать бой. Защитить свои параки и убить всех. Молодцы. Ценой нескольких Байбеков. Подожди Байбек у нас делал Алхимик. Байбек делал по-моему Мирана, да? Да, Миракл делал. Да, Миран и Алхимик делали Байбеки. Ну и два Байбека. Однако бараки стоят. И это самое главное. Притом два раза по-моему погиб на Стинкер. Шесть зарядов Блудстоуни у нас у него осталось. Ну и идти забирать Таву Рай. Возможно разводить какому-нибудь Дроу Рейнджер на Байбек. Хотя вряд ли на самом деле здесь дальше пойдут Минески. Просто отойти. Побаялись. Тут, конечно, развести на Байбек Дроу Рейнджер было бы круто. Но один момент. Как только вы раздете на Байбек, вы скорее всего вступите в бой под чужим хайграундом. А у вас Байбеков нет. Если вас в драке убивают, то вы игру проигрываете. Поэтому здесь, конечно, Минески грамотно отступили. Провоцировать какую-то драку 5 на 5 сейчас ни в коем случае нельзя. Мирка, конечно, очень неплохо отыгрывает. Поэтому просто даже не неплохо 23.15 отыгрывает. Он участвовал в 35 фрагах из 38 своей команды. Что на самом деле о очень многом говорит. И, в принципе, достаточно неправда. Это из 38 в 35 принимал участие. То есть только 3 фрага были сделали без него. Такой показатель активности. Ну это круто. И меньше всех смертей. Но действительно, Миракл исполняет сейчас очень крутые номера. Аганим, там, между прочим, появляется у Алхимика. И кому-то он его уже дал, что ли. Я же видел части этого самого Аганима. Ну где он? Ну был же. Или меня опять троллят тут? Этот самый Рейджинг Потейтор. Я все опять пропустил. Ну где? Ну я видел у него составные части этого самого. А вот, вот Курьер летит. Да, вот в Курьере есть 3 части Аганима. Сейчас появится Point Booster. Скорее всего, подарок вайду. Мы надеемся. Потому что вот РР, кстати говоря, касательно его момента, когда он там загулял под инвизом и чуть не лишились там бараков Минески, вот он на протяжении всех там 40 минут действовал супер круто, качественной трансферой. И всего лишь один раз допустил ошибку. Но эта ошибка могла быть ценой игры. Так что вот максимальная концентрация с начала игры до конца должна быть у каждого из игроков. Это самое важное. Неужели MVP сейчас пойдут еще раз? Ну они понимают, что на этот раз не будет байбеков нами ранее и алхимики. Однако на этот раз у них не будет ни Аегиса. Сыр же был также потрачен, я так понимаю. Так, сыра я не вижу. Да, и сыр был потрачен. Неужели они еще раз пойдут? Просто если они еще раз пойдут и не получится у них сломать, то велика вероятность, что следующий заход уже будут делать Минески сами. Ну да, на самом деле задача сказалась бы простая, да? То есть убиваем либо миранами, либо алхимика, и вроде как файт выигран, потому что они будут без байбеков. С другой стороны, у MVP байбек вот у Тинкера и Дроу Рейнджер. Только, да? Не менее, это тоже хорошо, потому что эти кор-герои могут вовремя вернуться в замес. Ну, в общем-то, пока побаиваются. То есть MVP стараются играть аккуратно, что, кстати говоря, им не особо-то и свойственно. Не лезут на рожон в данной карте. Все-таки вот какие-то матчи на мейджорах, на интернешнлах их учат. То, что иногда нужно взять небольшую паузу, немного поформить, немного отпушить линии, чего-то дождаться каких-то моментов, а не бесконечно лезть в замес и проигрывать иногда. Ну, посмотрим. В любом случае, 49-ая минута встречи, уже графики я там показывал секунды ранее. Графики просто показывают то, что ноль. У всех такое количество денег у обеих команд. По экспириенсу Минески чуть-чуть больше. Но это тоже не особо сильно важно. Ну и 38-31. Первая карта очень насыщенная. Так, все. У Вайда Аганим. Мы это обсудили. Стали уже имеется. Следующий Аганим можно подарить какому-нибудь Рубику, на самом деле. Не стоит недооценивать у Рубика Аганим. Иногда это очень жестко. Ух, сколько красивых моментов было именно из-за этого персонажа, на самом деле. И как вспоминаю эти Блэк Холлы. Жалко, сейчас Энигма так редко пикается. Когда Рубики на развороте. Прям вспоминаю моменты там с Алохой. Вот помнишь, Миви Пошка недавно такой красивый момент делал. И теме. В последнее время как-то не пикается у нас Энигма. Ничего такого красивого не происходит. Потому что на противоположной команде за Тротом на Рубиках сидят. Поэтому не хочется их убрать. Опасно всегда это. Чревато. Да, Сатаник действительно появился. У Троу Рейнджер появился. Сатаник. Чуть более плотная становится Дровка. Ну и что теперь? Что теперь? Будут ждать Рошана, либо попробуют зайти на ХГ сейчас. Пока все равно MVP больше фармят. В плане того, что они зажали Минески на своей базе. Пока боятся выходить они. Ну что в принципе, а зачем выходить? У них получается дефит с ЭГ. И очередной какой-то такой неудачный заход от команды MVP. Может закончиться тем, что они сами могут потерять сторону. Я вот думаю, что пора все-таки Мираклу перфилироваться. Переориентироваться наверное все-таки на физический урон больше. Магия-магия это конечно здорово. Но вот иметь такие артефакты, которые позволите бить с руки. Причем очень сильно в ту же самую хроносферу. Это было бы наверное очень круто в Лейте. Вижу уже появляется Монстром. Ну дальше в Йолнира может что-то еще будет. И Зерел потом поменяется. Хекс, хекс, хекс. Тинкера это сильно. Хекс на самом деле на Тингере это очень круто. Можно попробовать сделать какой-то быстрый минус. Встрял. Есть хроносфера. Очень быстро убили Дубо. Хорош такой выпад от Минески получился. Но можно продолжать. Попытаться может быть еще кого-то подловить. Перед Брекера нет Байбека. Фэйби достал Алхимикс. Сам на разворочных дэмэджах получают. И читают настреливать. И здесь Дроу Рейнджер после пики. Одна команда Стайл. Уйдет дальше. Идет дальше вперед. Также еще и Фестлесс Войт. Дайм Делэйшн конечно штука очень серьезная. Рейзен страдает. Рейзен здесь тоже погибнет. Ну и там Куо тоже пытаются подцепить. Куо играется неплохо с Реармом. Сможет ли уйти? Уходит. Но Крест его посадили. Антарен также. Это тоже минус. Шикарно исполнен. Такие минус 3. С такого захода. Ну и надо разводить на Байбек Тинкера. Тинкер Байбек имеется. И Купол откатится буквально через 20 секунд. Благодаря Аганиму, которому подарил Тинкер Войду. Однако Рошан будет через минуту не лучше ли просто подождать Рошана. И уже с Аегой на Амиране, либо там на Алхимике, заходить на ХГ. Ну, минуски так не считают и просто... Для них идеально вот развести Тинкера на Байбек и просто пойти забрать Рошан. Но вот сейчас залетает РР, все-таки поставил. Ой, если я забил... Ну, нечем, нечем забирать. Нет помощи. Далековато находятся тиммейты. Ну и нужно отступать. Во всяком случае, они своей задачей добились. Это вот очень круто. То, что они развели Тинкера на Байбек. Но вот главное самим сейчас не отдаться на отход. То, что раскастовывается КО, вакуум неплохо. Но Вэлло подставляется под стрелу. По-моему, есть Гаст. БКБ поджимает Алхимик также. Пошел просто бой. С раскаста умирает Вэлло. Фэбби продолжает драться. РР, тем временем, тоже погиб. Тубу Фэбби против Алхимик. Но у него просто фулл ХП. Кунг также помогает. Крест Торрен. Все-таки замечательно работает даже в драке. Свап замечательный. Дроу Рейнджер откидывали назад. Есть Гаст. Надо пытаться убить НБ с большой дистанции. Там, тем временем, Меркл просто разорвал Дроу Рейнджер, добравшись до нее с помощью блинка. Ну и Куа против Меркл теперь остается под БКБ Меркл. Поэтому не боится Куа, пока действует БКБ. Эзериал дал, получает кекс на развороте. И Куа с ним расправляется. Но тут на микро, конечно, переиграл. Удеваться некуда. На самом деле, у Мирана, если что, имеется Байбэк. И у Алхимика также. А вот Алхимик у нас еще расправляется с Баратрумом. Или нет? Или да? Да. Прилетает Синкер. Но дальше уж наверняка не пойдет. Рошан все это время стоит. Однако четыре героя что одной, что другой команды находятся у нас в таверне. В живых только остались Алхимик и Тинкер. Ну и на самом деле, потихоньку, игра перетекает в ту стадию, когда Аганимы будут появляться и на Рубике. Потому что у Алхимика там уже 6800 золота в кармане. Да, денег действительно очень много. Может быть, я думаю, тоже ему как-то айтембилд своего немного поменять. Ну, к черту эти Акторинкоры, как мне кажется. Купи-то такое, чтобы прям вот рвать. Тут Роу Рейджер пробивать с руки, купить Абисал Плейт, в конце концов. Поглядим. Может, действительно, пока Аганим будет покупать. В нем Муншард есть, просто он так-то он уже запакован во все возможные слоты. Вот единственное, что вторые тревела еще приобрести можно. Ну, посмотрим. 9 тысяч колдой имеется сейчас в инвентаре у Рейджинг Патейта. И он все еще думает, во что же эти средства инвестировать. Да, пора бы уже друзьям-то своим Аганим. Да, покупает он Аганим. Сейчас отправит Курьера за поим-бустером. Аганим, я думаю, скорее всего достанется какому-нибудь Рубену. Потому что 1300 гол... У него совсем хиленький Рубик. 45 на 35 у нас на данный момент счет. Минески пока впереди. И Рошан. Это уже четвертый Рошан, которого сейчас могут забрать MVP. Неужели не будут его дефить? Однако дефят, дефят. Смотри, и отличный купол. Надо добивать Агхимика. Агхимика первым убивают. Однако у него есть байбэк. Дальше. Кезер страйк. Джолса можно убить. Да, Джолса убивает. В итоге минус 3. Ну, и Рошан. И Рошан. И теперь, скорее всего, Алхимик будет без байбэка. Потому что ему придется сейчас байбэкаться. Рошан там заберут буквально за считанные секунды. По таким количеством дэмэджа. Ой-ой-ой. Ну да, Егис есть. Сыр есть. На самом деле, кто царь? Правильно, царь Тингер. Шкуо, что-то какое-то невообразимое вещи вытворяет. Вот контрит этого Алхимика. Неважно, сколько у него там денег. Сколько он доформил за эту игру. Он просто его испепеляется. Рассказно. Фантастика какая-то. Хекс, прокаст, хекс, прокаст, через реарм. Ну, жесть. Реально, просто жесть. И до этого Тингер, причем вот на этой точке, был не добраться. Потому что просто запрыгнул на пригорок. Что с ним там делать, вообще не ясно. Ну, вот на байбэк в итоге вынуждены развелись. Сейчас Алхимика. И MVP действительно будут заходить. Это для них идеальнейшая возможность выиграть. Минус два героя Минески. Оба без байбэка еще 20 секунд. Понятное дело, за это время дровка будет расстреливать в внешние строения. Ну, что ж, юзается гриф. Нужно каким-то образом Мираклу откидывать с Миссалхимика, чем-то. Чтобы подловил стрелу. На него прыгать Мирана не будет. Это чистой воды самоубийство. Ну, и теперь подает барак. Байбэк есть только у Мираны. Ну, что, пошел, пошел, пошел. Фебе под БКБ сторону развалил. Главное, забрал барак. Нелишный. Теперь можно отступить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok